Новый год В середине 19 века был неурожай, поэтому местные стеклодувы решили проблему таким образом, что отлили в специальные формы некоторые фрукты и овощи, и таким образом, скорее всего, появились первые стеклянные игрушки, которые потом вошли в моду, но у богатых людей ясное дело. Рабочий люд мастерил игрушки из подручных материалов. Валяли из ваты, шили из ткани или клеили из бумаги. В начале 20 века поделки были хоть и простыми, зато уникальными. В советское время до 1929 года елка и празднование Нового года были запрещены. В 1935 году вышла небольшая заметка одного из лидеров Коммунистической партии Украины, если я не ошибаюсь, Павла Постышева. Давайте устроим детям хорошую елку. И вот с конца 30-х годов новогоднюю ель окончательно реабилитировали, а игрушки стали не просто украшениями, но и отражением идеологии в стране. Популярны были вот такие фигурки представителей разных народов в национальных костюмах. Некоторые игрушки представлены, они отражают основные тематики, то есть это индустриализация и уже в будущем, то есть первый полет человека в космос, что очень здорово отражено и сельскохозяйственную культуру, например, вот игрушку кукурузы вы у нас тоже видели. Вот такие игрушки-трещепки появились в 60-70-х годах, а чуть позже елку стали украшать колокольчиками, домиками и шишками. Вся история елочных игрушек наглядно представлена в музее Городская дума на выставке «Кабы не было зимы». Она открыта до 10 января. Здесь представлены не только новогодние украшения разных десятилетий, но и старинные фигурки Деда Мороза, советские гирлянды и рождественские открытки.